Я зашел в агрегатор карт, как бы добраться удобнее, чтобы посмотреть все пробки. Ну и получилось так, что мне посоветовали пройти несколько метров, сесть на электричку, проехать одну станцию и выйти в центр города. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так Егор Лукьянчиков, пытаясь выиграть время, пересел на электричку, минуя пробки на дорогах. На неделе парень впервые решил попробовать такой маршрут. Я когда выложил это все в социальную сеть, очень много отзывов, откликов. И коллеги такие говорят, а это хорошая идея, тут ехать недалеко и удобно. Электрички ходят почти каждый час в город и из города. Если вы находитесь недалеко от станции, как наш герой, который работает на улице Кулагина, то можно спланировать маршрут. Для эксперимента мы в 11.55 будем выезжать отсюда на электричке, ну а наш водитель в 11.55 поедет по вот этим вот пробкам на железнодорожный вокзал. Одну остановку мы проедем за 18 рублей. Егор за 9 рублей по студенческому. Билеты можно заказать через приложение или на самой станции, как мы. Ты вчера в 8 часов приехал домой, а во сколько выехал? В 6, ровно как закончился рабочий день. То есть я сначала постоял, попытался попасть в автобусы. 35, 53, 76, 60 переполнены в мою часть города были. И я пошел на троллейбус на проспект Ленина. Сейчас посмотрел расписание, уже планирую доехать на электричке, сегодня вечером попробовать до ЖД вокзала, пересесть на другую электричку и уехать в лесной. И с лесного уже добраться до себя. Потому что по времени это будет гораздо быстрее и комфортнее. Ну это почти как метро прям. Да, как комфортные городские электрички, как говорится. Это была самая короткая поездка на электричке. К удивлению, контролер даже успел проверить билеты. 59 минут строго по расписанию. В пути мы были ровно 4 минуты. Давай сейчас посмотрим, сколько стоит такси отсюда до остановки, чтобы сравнить. Допустим. Лагина 4. 219 рублей. Мы, получается, проехали по 18 рублей. Да. Экономия 200 рублей. На самом деле это очень интересный проект. Он городу нужен, потому что очень много спальных районов. И как раз такие железнодорожные пути окутывают буквально весь город по всему периметру. И если бы у нас появилась комфортная городская электричка, которая ходит стабильно до определенного времени, я думаю, многие горожане бы начали пользоваться таким комфортным и быстрым общественным транспортом. Ну, в принципе, разница не очень большая. Наш водитель подъехал. Сейчас будет нас забирать. Время 12.08. Напомню, приехали мы на вокзал в 11.59. Но надо отметить, что в пробке наш водитель не стоял. Точно нельзя сказать, что пригородные электрички – это панацея в условиях транспортного коллапса. Но зато это точно интересная альтернатива маршруткам и такси. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.